Привет, друзья! Это Макс и English Show. Сегодня мы с вами обсудим сленг, который вам нужно знать, пока не закончился 2020 год. Заинтригованы? Тогда устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Первое слово – cap. Cap. Very simple. Cap. Cap – это, конечно, кепка. Также cap – это популярное сокращение от слова captain – капитан. Очень часто в фильмах, если, например, вы смотрели каких-нибудь там Marvel-овских фильмов Капитан Америка и что-нибудь в этом духе, сокращение. Там часто идет сокращение cap – captain. Но еще cap означает обманывать. Если кто-то говорит вам no cap, это значит так, давай по-честному, давай без лжи. Итак, cap is lie about something – говорить ложь, в то время как no cap – говорить правду. All you do is cap. There is nothing real about you. Все, что ты делаешь, ты лжешь, ты постоянно лжешь. Тебе нет ничего настоящего. All you do is cap. Итак, cap – кепка, капитан, но еще и tell a lie. Tell a lie. Следующее слово – lit. Lit, lit, lit. Lit, вообще-то, это вторая и третья форма глагола light. Что-то освещать. Lit. Light the fire – поджечь огонь. Lit – его прошлая форма. Но еще слово lit означает very cool, super, просто улет. Lit. Например, this party is lit. Эта вечеринка просто улет. Super. This party is lit. That's lit! Или вы послушали альбом какого-то музыканта или какой-то группы. This band is lit. Lit – very cool. Low key. Low key – это когда вы что-то делаете или чувствуете, но не хотите, чтобы это кто-то знал. Вы это делаете секретно. Например, вам нравится какая-то девушка, но вы не хотите, чтобы другие об этом знали. И вы один раз своему лучшему другу говорите – I low key like her. То есть I like her, но я хочу, чтобы это было low key. Я не хочу, чтобы это кто-то знал, что я это чувствую, тем более она. Low key. I am low key nervous when I see that girl. She is so pretty. Я, по-честному, так нервничаю, когда я вижу эту девушку. Она такая красивая. Но то, что я нервничаю и то, что она мне нравится, я не хотел бы, чтобы кто-то об этом знал. Я хочу держать это пока что в секрете. Low key. But she hides it behind a mask of low key hostility, говорит Габрер Симпсон. Но она прячет это, скрывает это за маской скрытой враждебности. Low key – что-то скрытое. Hostility – враждебность. But she hides it behind a mask of low key hostility. Low key – вы не хотите, чтобы кто-то что-то знал, что вы делаете или чувствуете. Вы хотите держать это в секрете. Следующее слово – fit. Я уверен, что вы с ним знакомы. Вообще, слово fit чаще всего означает, что кто-то находится в отличной спортивной форме. Он выглядит накачанным. Very fit. Также в Британии слово fit означает attractive. Например, вы про девушку говорите. Она очень красивая, она притягательная, она очень красивая. Fit. Но в Соединенных Штатах слово fit часто означает, это просто сокращение от слова outfit. Одежда. Outfit. Или просто fit. Например, Wow, nice outfit. Или nice fit. Круто выглядишь. Классный, классный прикид. Fit. Прикид. That's a tight fit. Нет, как бы эта одежка жмет. Этот прикид очень не жмет мне. Tight fit. Fit сокращение от outfit. That's a tight fit. Следующее слово – shady. Вообще, слово shade – это тень. Когда что-то shady, значит, на этом есть тень. От этого попахивает чем-то незаконным, чем-то неразрешенным. Итак, shady – это когда что-то кажется нечестным или подозрительным. I don't want anything to do with your shady deals. Я не хочу иметь ничего общего с твоими какими-то там подозрительными делишками. Shady deals. Подозрительные дела. Не хочу иметь ничего общего. Shady. We know why he was acting so shady. Мы знаем, почему он так подозрительно себя вел. Кстати, слово shady очень часто употребляется рядом с глаголом act. Act shady – значит, когда кто-то как-то себя ведет подозрительно. Что-то он скрывает там, что-то он нечестное делает. Кто-то been acting shady. We know why he was acting so shady. You've been acting shady lately. Значит, ты в последнее время ведешь себя подозрительно. Итак, shady – что-то нечестное, подозрительное. Plus, he was acting kind of shady. Следующее слово – salty. Соленый. Salty. Вообще, как сленг, слово salty означает, когда кто-то огорчен чем-то. Это раздражение, огорчение или горечь, но обычно из-за чего-то незначительного, из-за чего-то мелкого. Кто-то что-то не то сказал, какая-то мелочь случилась, и вот вы такой какой-то раздраженный весь, и нехорошо вам. Salty. You look really salty right now. What happened? Ты выглядишь огорченный. Что случилось? So you gonna act salty all night? Ну что, ты теперь весь вечер будешь обижаться или хмуриться? So you gonna act salty all night? Итак, если кто-то salty, значит, он огорчен из-за чего-то мелочи. Killed it. Killed it. Речь не идет ни о каком убийстве. If you killed it, you did a really good job. Ты отлично постарался. Ты проделал отлично работу. Супер. You killed it. You did a really good job. Диалог между двумя людьми. Wow, this song is sick. Yeah, the singer killed it. Wow, эта песня просто улет. Да, музыкант отлично постарался, сделал отличную работу. The singer killed it. Еще один диалог. Один говорит. I got 99 on my English final. Второй говорит. Wow, I got only 79. You killed it. Что значит, я набрал 99 баллов на моем финальном экзамене по английскому. Вау, ничего себе, я набрал только 79. Отличная работа. You killed it. You killed it. Killed it. Killed it. Ты проделал отличную работу. You killed it tonight. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, у вас получится попрактиковать какие-то из этих идиом, если у вас есть возможность разговаривать с иностранцами. Но если такой возможности нет, для этого есть проект Native Show. Если вы хотите узнать о нем побольше, о том, как же можно практиковать свой английский язык вместе с носителями языка, ссылка будет с информацией в описании. Дорогие друзья, на этом все. Увидимся с вами очень скоро. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Лучше ставьте лайк, а кликайте колокольчик. И увидимся с вами очень скоро. Это был Maxi English Show. Bye. Продолжение следует...